здравствуйте мои дорогие друзья сегодня у меня будет еще с лета обещанный торт пьяная вишня я его обещала когда я делала видео по вот этому рецепту это у меня был ликер из вишни ссылку на него я оставлю под этим видео заходите смотрите и след а делайте заготовку вот я специально оставил вот в трехлитровой банке показать как сохранилась у нас сейчас у нас уже январь месяц и вот вы представьте сколько месяцев я вот оставила без холодильника без ничего ничего не портится потому что у нас уже вишня замариновалась ликер мы вот столько уже посмотрите выпили вишню оставила для тортика и у нас получится уже самое вот торт из самой настоящей пьяной вишни а теперь для начала мы сделаем бисквит вот я покажу что у нас будет в ингредиентах я взяла 7 яиц вы можете если у вас крупные яйца взять 6 250 грамм сахарного песка 150 грамм муки и 2 столовые ложки какао если хотите можете взять еще чайную ложку разрыхлителя и у меня будет противень размером 23 сантиметра в диаметре я уже пергаментную бумажку постелила все приготовила сейчас я отделю белки от желтков и продолжим мы отделили белки и желтки и теперь я собью белки в такую крепкую пену мы взбили белки вот такая у нас получилась твердая пышная масса и теперь я буду добавлять сахарный песок половину сахарного песка я добавлю в белки а половину добавлю в желтки и теперь взбивая очень медленно понемножку я буду добавлять сахарный песок оставшийся песок я добавлю желтки теперь я буду взбивать желтки мы взбили желтки и теперь тоненькой струйкой я буду взбивая добавлять желтки на очень маленьких оборотах мы помешали уже белки и желтки теперь какао добавляем в муку как следует перемешаем и будем просеивая добавлять в нашу яичную массу я уже размешала муку и какао и теперь перекладываем мы в нашу формочку и поставим печься вот 180 градусов вот выровняли наше тесто и будем печь его проверяя деревянные полосы на сухость и пока печется наш наша лепешка наш бисквит мы будем удалять косточки из вишни вот посмотрите вишенка получилось вот такая она крепенькая хорошая я удаляю шпилькой для волос вы можете удалять и специальным приспособлением просто она очень так разрывает вишню и получается не очень аккуратно а так вот я со всех сторон и и аккуратненько продеваю и вытаскиваю чистую косточку и она получается вот такая более собранная аккуратная красивая так я удалю все косточки мы испекли уже наш бисквит и теперь нам нужно его освободить из формочки сейчас я его переверну на вот такую сеточку чтобы остыл и приступим к приготовлению крема вот так поднялся наш бисквит посмотрите какой красивый получился и сейчас вот видите пар поднялся вот видите пар поднялся сейчас нам нужно чтобы наш бисквит остыл как следует и как остынет мы приступим к его приготовлению и сборке торта а сейчас мы будем делать крем теперь мы приготовим крем для этого нам понадобится 250 грамм сливочного масла мягкого она у меня уже согрелась вот посмотрите она какое мягкое и мы добавим к нему после того как собьем вот посмотрите у меня 400 миллиграмм сгущенные сгущенного молока сейчас я собью 2-3 минуты сливочное масло и понемножку буду добавлять сгущенное молоко и в конце добавлю немножко ванили на наш бисквит остыл и теперь нам нужно снять с него срезать крышечку для этого мы вот так спустимся где-то на один палец шириной и постараемся вот так ровненько его срезать мы сняли крышечку и теперь нам нужно вот оставить бортики и опять где-то на ширину пальца оставить бортик и вот так нам нужно будет пройтись по всей окружности чтоб потом удалить середину нашего тортика мы его будем заполнять очень вкусной начинкой очень вкусным кремом с нашей пьяной вишней и получится не тортик а объедение наше тесто очень мягкая из-за этого работаем очень аккуратно чтобы наши бортики и торт не развалился и вот так мы будем удалять середину оставляя внизу опять где-то около сантиметра можно больше кто как захочет удалим вот эту все и потом превратим вот так в крошку сделаем все это и потом затем вернемся вот мы сделали крошечку здесь я ее оставила для наполнения не очень мелкую здесь мы сделали мелкую разделили этой крошкой мы будем обсыпать бака и теперь мы должны вот посмотрите я взяла вот ликер и будем вот так покрывать наши бака правильно наш бисквит и без этого мягкий но если он пропитается настоящим ликером вы не представляете какая-то вкуснятина я вам всем советую хоть один раз приготовить вот именно с таким с такой вишней с ликером именно и вы посмотрите как это вкусно не просто на словах а на деле если у вас нет такой вишни заготовленной как у меня вы можете просто взять замороженную вишню если лето просто свежую вишню удалите косточки залить ее коньяком и посыпьте песком чтобы она хоть чуть-чуть была сладенькая а если у вас замороженная то же самое можете ну ее наверное все таки уже с песком не надо будет она уже будет мягенькая такая залить ее просто коньяку если у вас нет коньяка можете залить ее водкой разбавленной с водой и еще немножко пропитаем нашу крышечку теперь мы разделим наш крем нам крем нужен будет для украшения торта и нам нужно будет намазать бока тортик а мы немножко его возьмем достаточно и теперь в оставшийся крем мы будем добавлять крошку которую мы приготовили и и вишенку и размешаем посмотрите какая уже красота получается очень красиво аромат стоит у меня уже голова кружится наша начинка готова и теперь мы будем заполнять наш бисквит делаем аккуратно чтобы глубоко не развалились оренкурек тимпе ему и и он и вот и 4 Мы наполнили наш бисквит И теперь накроем крышечкой Накроем, уплотним со всех сторон И положим в холодильник, чтобы он как следует пропитался А тем временем мы приготовим глазурь Для глазури нам понадобится 2 столовые ложки какао 4 столовые ложки сахарного песка Как следует размешиваем Добавляем 3 столовые ложки молока И поставим на очень медленный огонь вариться После того, что сварится и немного остынет Мы добавим, ну вот здесь где-то 20 грамм сливочного масла Варим на очень медленном огне Наша глазурь уже готова Она остыла Уже и масло все я положила Вытаскиваем наш торт из холодильника И покрываем его глазурью Покроем полностью глазурью вверх Я только вверх покрываю И вернемся украшать дальше Мы покрыли наш торт глазурью Вот посмотрите, какая красивая Зеркальная она получилась И теперь мы смажем бока Нашим кремом, который мы отложили для смазывания Смажем бока И обсыпем крошкой Вот наша крошка И будем вот так смазывать всю окружность тортика Мы обмазали наш торт кремом бока И теперь будем обсыпать крошкой Полностью обсыпем крошечкой Мы обсыпали крошкой наш торт И теперь, вот я приготовила здесь вишенки Вот посмотрите Я их выложила на салфетку Чтобы убрать лишнюю влагу Чтобы они были сухими И не мочили нам глазурь И теперь просто будем украшать торт вишенками Будем украшать так, чтобы Вот, чтобы каждая одна вишенка попала Как на порциональный кусочек Сделаем так, чтобы было ровненько Украсим так весь торт Я его положу в холодильник Чтобы он как следует пропитался А потом покажу, как он выглядит в разрезе Ну вот, наш торт готов Я его оставила на пропитку Он как следует пропитался И теперь уже готов Давайте теперь его разрежем И посмотрим, как он выглядит внутри Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот посмотрите, какой у нас торт получился в разрезе Вишенки Вот начинка какая И вот Посмотрите, какой он мягкий Нежный Это просто-просто бомба А не торт Всем советую приготовить Он очень вкусный Но не забывайте, что он алкогольный Советую всем приготовить эту вкусняшку И как всегда Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите комментарии Мне будет очень приятно А вам не трудно А на сегодня я с вами прощаюсь Как всегда Была с вами Ваша Лаура Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!